Всем привет! Сегодня мы построим военную российскую ракетную установку Искандер. Но сначала я покажу как она выглядит и что она умеет делать. Посмотрите на ее внешний вид. Я постарался сделать максимально похожим на оригинал. Двери открываются автоматически нажатием кнопки. Внутри я установил освещение, потому что в кабине темновато. Вот этот рычаг отвечает за открытие створок кузова, где находится боевая ракета. Боевая ракета выводится в боевое положение нажатием клавиши Z и опускается вниз при помощи клавиши X. Закрываем затворки тем же рычагом и проверяем рулевое управление. Вперед, назад и потом выдвигаемся на боевую позицию. Сегодня мы поразим танк, который спрятался под водопадом и не ожидает атаки. Сейчас мы проведем военное учение вместе с подписчиками. Все на месте, поехали! Открываем затворки. Поднимаем ракету на стартовую позицию и готовим ее к запуску. А вот и наша цель. Остались считанные секунды до ее поражения. А теперь боевая тревога. Необходимо поразить военную цель. Закрываем затворки, включаем свет и выдвигаемся на боевую позицию. Готовим ракету к пуску. Включаем анчор у колеса и любого блока. Включаем камеру кнопкой С. И запускаем ракету Куайше-Р. Ракета обнаружила цель и летит по непредсказуемой траектории. Есть! Цель уничтожена! А теперь посмотрим, что осталось от нашего танка. Удивительно, не осталось даже обломков. Это говорит о том, что Искандер это очень мощное и грозное оружие. Подписчик тоже решил проверить, но ничего не нашел. А теперь время туториала. Ставим настройки, заморозить блок, минимальный уровень скрепления и перемещение на 0.5. Ставим блок дерева и поднимаем его немножко вверх. Ставим на него поршень, активируем его. И на него нужно поставить блок железа. Теперь нужно взять инструмент масштабировать, поставить на 0.5 или на 2 единицы. И сделать 2.5 блока. Так как у меня стоит перемещение на 0.5, я смог здесь поставить блок. Теперь масштабируем его на 3 деления на 0.5. Ставим здесь заднее колесо от машины. Оно продается в магазине. Чтобы он смотрел вверх. Ставим блок дерева, поднимаем его немножко вверх. На 0.2. И теперь ставим масштаб на 2 единицы и делаем 5 блоков. Теперь ставим здесь поршень. Удаляем это дерево. Ставим блок железа. Ровно. Теперь нам нужно удалить этот поршень и поставить его заново. Готово. Теперь сзади поршня ставим блок железа. И от него ставим сервопривод. Чтобы он ровно был в поршне. Ставим еще раз этот блок железа и масштабируем его. Ставим масштаб на 1 единицу. И масштабируем как показано на видео. Если как-то непонятно, то можете посмотреть на цифры, которые слева. Координаты. Ставим под колесом тоже блок. И его тоже надо смасштабировать. 6 блоков в длину получается. И здесь еще добавлю 4 деления. Получается 4 на 2. Вот так. И попробую еще немножко подлиннее сделать. Поставлю под ним масло. Здесь боку поставлю масло. И еще ниже поставлю масло. Вот такое вот крепление получается. Здесь ставим масло вот так вот. Это немножко неправильно. А наставим внизу масло. И попробую немножко в другом поставить. Там нижняя масса у меня к поршням привязывается. Все это сохраняем в слот. Здесь все-таки верну обратно. Так 6 блоков как было. Теперь берем шарнир и ставим на этот железный блок. Аж 3 штучки. Теперь берем ракету. Ставим ее. У меня шаг перемещения сейчас стоит на 0.1. У меня стоило на 0.5. Теперь ставим на единицу. Внутри ракеты ставим камеру. Она немножко будет торчать. Все правильно значит. Здесь ставим любой блок. Потом берем динамит. Крутим так, чтобы фитиль был внутри ракеты. Ставим его, чтобы он попал внутрь ракеты. Ставим. Готово. И сохраняем. Выделяем колесо и сервопривод через шифт на компьютере. Ставим у них скорость на 5. И крутящийся момент на максимальный. Не сохраняем. Теперь делаем блок железа немного пониже. Который у нас стоял на 2.5 блока. Удаляем ТНТ. И поршень тоже ставим на 9 делений. И сейчас нам нужно поставить заново ТНТ. А то ТНТ привязывается к поршню и не работает. И сохраняем еще раз. Рекомендую почаще сохраняться. Вот это дерево мы теперь немножко пониже отпустим. Я буду строить из керамики. Не строить из железа, потому что у вас тогда не будет работать. Здесь немножко оттяну на 0.2 от поршня, чтобы поршень работал. И здесь строим небольшую платформу под поршнем. Лучше строить из керамики. Из пластика тоже не рекомендую, потому что он слишком легкий. Теперь оставляем место для двух поршней. И ставим их. И немножко оттягиваем керамику, чтобы второй поршень мог активироваться. И сохраняем. Теперь мы удаляем эту доску и ставим внизу керамику. И нужно построить небольшую платформу. Ставим остатки на единицу и масштабируем. Нужно сделать так, чтобы они полностью закрывали крылья ракеты. И теперь строим по бокам стенки. Но сначала мы построим кабинку. И привяжем все. Строим отделение перед кабиной и ракетной установкой. И здесь строим небольшую платформу. И на нее нужно поставить обычный стульчик. Стульчик водителя. Сделаю немножко поменьше и поставлю его здесь. Все привязывается. Теперь мы просто берем гаечный ключ. Надо все выделить. Тут просто ничего даже зажимать не надо. Shift не надо. Просто выделяем. И камеру тоже не забудем. Все это отсоединяем. Теперь будем привязывать по новой. Выделяем два нижних поршни и ставим клавиши X. Потом Z. Потом берем сервопривод и ставим ему клавиши. Сначала ставим V. Потом ставим S. С колесом немножко делаем по другому. Ставим D. Потом A. Берем ракету и ставим ее на букву R. А динамит на букву B. А камеру на букву C. Потому что камера это камера. Ракета это R. Динамит это B. Бомба. Теперь выделяем три масла и ставим им клавишу M. От слова масло. Ставим вот этот поршень тоже на каше B и N. И сохраняем. Так. Этот поршень нужно удалить и поставить заново. Потому что тут с ним какие-то баги происходят. И вот это вот железо тоже нужно поставить заново и заново замасштабировать. И сохраняем. Если у вас что-то отваливается или не работает, вы просто это построите заново. Мне это очень помогло. Теперь выделяем все шифтом. Отделяем платформы и смотрим. Так. Я нажал на X и у меня все нормально. Камера работает. Здесь мы немножко неправильно поставили масло. Ставим шаг перемещения на 0.5 и немножко внутрь. А то у нас сервопривод тоже будет улетать вместе с ракетой. И отвязываем его от стульчика. Нельзя потому что его уничтожать. Поднимаем ракету вверх. Нажимаем клавишу С. Иногда ракета может немного багаться. Я ее сейчас запустил. Все нормально летит. Но надо еще нажать на букву М, чтобы масло убралось. И все начало работать и управляться. И вот мы уже построили ракету. Вот как это выглядит без камеры. Теперь загружаем и будем дальше строить. Но чтобы у нас лучше работало, мы выделяем все вот это. Через шифт на компьютере не нужно всего этого отключить коллизию. Или выделяем все и просто отключаем у всего коллизию. А потом у этих платформ включаем коллизию. Надеюсь вы поняли меня. Отключаем коллизию и все готово. И конечно же мы все это сохраняем. Теперь можем попробовать. Сейчас у нас будет более гладко должно все быть. А то там немножко ограничивается поворот. Сейчас я и просто плавно запустил. Не летайте близко с машиной этой. Потому что тогда там шарниры пытаются к себе соединиться. И поэтому если вы слишком близко, то они уже полностью соединяются и все. Сейчас сделаем запуск. Камеру включаю и ракету. Вот сейчас все плавненько работает. Мы можем даже сквозь стенки летать. Хитеры теперь мы. И можно либо проводить разведку, либо сражаться. Включить ПВП режим можно. И тогда ракета и камера все взорвется. Вместе с динамитом. Если нажать на кайшу Б. Так это выглядит с другой стороны. Без камеры. Можно еще выдвинуть поршень и чуть получше все будет. Кайшу если Н нажать. И вот так вот все хорошо работает. Так, теперь загружаем постройку и будем продолжать строительство. Так, мы тут ставим блок. Сейчас мы будем строить получается бока. И поднимаем немножко вверх. Но не до конца, чтобы закрывало ракету. Теперь ставим угол наклона 15 градусов. Ставим все под углом небольшим. 15 градусов. Это у меня заняло 2 минуты. Теперь по бокам ставим блоки. Две штучки. С одной стороны по одному блоку. И на них ставим сервоприводы. Смотрите, нужно чтобы светлая часть сервопривода она заканчивалась на вершине. Вот так вот. Как у меня сейчас. И сверху ставим блок керамики. Снова. И масштабируем его. И строим стенки. А пока что мы настроим сервоприводы. У правого сервопривода нужно включать противоположное вращение. 90 градусов. Включающийся момент на максимальный. И скорость на единицу. Все готово. Здесь надо деление так вперед поднимем. У меня на 0.5 и что масштаб стоит. И нужно чтобы они полностью закрывали. А высота у меня составляет 2 блока. Можно 2.5 поставить. И можно вот так проверять. Замасштабировать и посмотреть. Ровно ли все. Вот у меня все сейчас ровно. И конечно же мы все это сохраняем. Отключаем анчерками нижних блоков. И мне нравится в принципе. Нормально у меня закрывается. Ну только если назначить на клаве. Что довольно плохо получается. Мы назначим потом на кнопочку. А сейчас мы будем строить кабинку. Ставим шаг перемещения на 0.5 и начинаем строить. Здесь у меня будет отсек с кнопочками. Здесь я построил небольшие стеночки. И теперь снизу ставим блок. Продлеваем его до следующей стороны. Чтобы он также выходил немножко. И здесь чтобы еще один блок был. И максимально при плюсах чего надо. И там поставить сервопривод. Только угол наклона надо поставить на 90 градусов. А то очень замучитесь крутить. Так вот ставим. С другой стороны пока делать не буду. А сейчас мы просто строим дверь. Надо ее по максимуму еще плюсать сзади. Чтобы она хорошо работала. И теперь мы просто привязываем все это. Здесь ставим кнопочку. Чтобы она работала на сервопривод. И здесь мы просто нагласно на масштабе на 0.2 соединяем сервопривод с дверью. Только я немного неправильно кнопку поставил. Она как-то у меня в небе летит. И продолжаем привязку. Так просто соединяем линей. Готово. Я еще сверху крышу построил. И делаем чтобы у нас были небольшие щели. Тут дверь не будет открываться. Но лучше поставить все эти механизмы чуть подальше. Вот так. У меня привязочные. Чтобы дверь тоже нормально открылась. И после всего этого нужно заново поставить сервопривод. На сроки у него такие. 90 градусов максимальный уровень. Включающийся момент максимальный. Сейчас я ее проверю. Что-то у меня здесь не так. Я понял что у меня не так. А у всего правого нужно ставить противоположное вращение. И вот здесь я отключаю анчерк. Кроме вот этой нижней платформы. И верхних тоже. Так у меня открывается. Но смотрите немножко не так как-то. Этот блок мы ставим масштаб на 0,2 на 2. И масштабируем вот так. И здесь потом ставим заново сервопривод. И у меня уже все готово. И ставим вот такие же настройки. Это займет 10 секунд. Будет гораздо качественней открываться дверь. Сейчас я вам покажу как это выглядит. Отключаем анчерк. Нажимаем на кнопку. И вот так мне уже лучше кажется. Классно. То же самое нужно построить с другой стороны. Все готово. Теперь я построю крышу и сделаю освещение. Ставлю освещение. Ставлю рычаг. И сейчас я поставлю лампочки. А то в кабине очень темно. Их нужно привязать к кнопочке. И если они у вас привязались к креслу, нужно их отвязать от кресла. Готово. Теперь нам нужно построить саму кабину. Достроить. А то она не достроенная. Верну. ну а также не забудем про вот эту вот платформу и нужно привязать вагоны друг другу теперь мы будем строить внизу здесь у нас будут располагаться колеса смотрите внимательно как я это делаю здесь я беру два задних колеса оставлю так чтобы они не не крепились керамике и два передних ставим их на одинаковой высоте и то же самое нужно построить другой стороны теперь сделаем немножко декора ставим уровень наклона на 15 градусов и начинаем строить и теперь их продлеваем до другой стороны если у вас что-то мешает портим то немножко пониже опустите теперь я буду привязывать колеса потому что они у меня почему-то кнопкам привязались выделяя по четыре а потом потеряю все 8 и привязываю риф это право forward это вперед left это лево backward это назад ты просто запомните комбинацию и приезжите нажимаем кнопочку сохранить отключаю ланчур и проверяют вверх у меня идеально работает как мне нужно включается освещение осталось поставить кнопку который будет отвечать за затворки и немножко настроить ракету сейчас я загружаю вот так и нужно все это вот выделить весь механизм снова но только не для отключения колеи а для того чтобы отключить анчур и эту ракету вместе динамитами камеры я пока что удалил после того как вы все выделили и отключили анчур мы поднимаем эти два поршни и сохраняем вот таким вот образом включаем фиксацию и теперь мы просто снова все повторяем с ракетой с динамитом из камерой ставим и привязываем те же клавиши все готово сейчас проверяем все поднимается хорошо так мы поставим здесь внутри кнопки и привяжем к ним сервоприводы но сначала отвяжем от того к чему до кнопка привязалась она у привязалась к лампочки я отвязала теперь привязываю к сервоприводам и сервоприводы отсоединю от кресла сохраню и теперь можно проверять сначала раскрасить и добавить декор и вот этот механизм дверной нужно поставить прозрачить на сто процентов готова и сохраняем вот так вот у меня получилось надеюсь у вас тоже все получится отключаю анчур открывают дверку нажимая на кнопочку сначала опущу ракету затворки я закрыл могу ехать работать если будут вопросы пишите в комментариях я обязательно отвечу если включить у одного блока анчур и у колеса то можно запускать ракету начни включать чертову вместе с ракетой улетите моим клавишу р сначала надо нажать на клавишу м чтобы у нас убралось масло и тогда будет нормально лететь и теперь обычным управлением мы можем лететь как ходить вперед назад это я буду заканчивать подписывайтесь на канал и ставьте лайки надеюсь у вас не получилось с вами был уху геймс всем пока пока